12 февраля 2012 года Дилерский центр Нортавто Рено на московском шоссе 11 Здесь, как и по всей стране, проходит презентация Рено Дастер первого поколения Тогда мало кто предполагал, что является свидетелем рождения мегазвезды сегмента паркетных внедорожников Это уже потом было более 450 тысяч реализованных автомобилей и звание одного из самых успешных SUV в B-классе Неудивительно, что и на вторичном рынке сегодня, как и вчера, он пользуется завидным спросом, рекордно мало теряя в цене Сегодня на сцену выходит уже второе поколение Рено Дастер Привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующим С вами Владимир Яур и это программа Автостоп Сегодня на нашей автопримерке автомобиль достаточно интересный и ожидаемый Дело в том, что его ждали уже три года с момента появления его на свет в Европе Но дождались вот только-только, причем с этим было связано немало интриг То есть, то и дело, ходили разные слухи, что он так у нас и не появится Потом, что он появится, что он появится с усеченной моторной гаммой Короче говоря, вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет у нас о Дастере второго поколения Короче говоря, Дастер 2.0 Сами разработчики говорят, что этот автомобиль они создавали с оглядкой на тех потенциальных владельцев Которые приобрели Дастер первого поколения А таких набралось более 450 тысяч за безмалого 10 лет Его производство у нас он появился в 2012 году И в следующем как раз мы будем отмечать его десятилетие Но, скажу сразу, что готовя этот тест Мы попросили читателей рубрики Твереград На инфопортале нашей самой рубрики Автостоп Поделиться своими вопросами, чтобы они хотели узнать о новом Дастере И большинство комментариев было связано с тем, что Многие считали, а что там поменялось Собственно говоря, автомобиль остался прежним Практически не изменился внешне И вот с этого, я думаю, нам и стоит начать Ну да, действительно, если поглядеть на этот автомобиль То своим силуэтом он напоминает Дастер первого поколения Но это именно только на первый взгляд Потому что на самом деле здесь нет ни одной единой кузовной панели со старым Дастером Сколько ни ищите То есть он изменился, можем сказать, достаточно радикально Более того, изменился не только внешний силуэт кузова Но и сам конструктив Поскольку автомобиль получил новую силовую клеть В которой максимально использованы оцинкованные стали Вот вам плюс по поводу его долгоживучести Более того, усилились его жесткость накручения Так, в частности, например, боковина кузова Который раньше собирали из двух половин на первом Дастере Здесь она теперь стала единой деталью И все вот эти мероприятия, они позволили увеличить жесткость кузова на 10% Ну, что это дает потребителю? Ну, во-первых, скажем так, что автомобиль стал более живучим Во-вторых, естественно, что улучшилась его управляемость Поскольку он стал более такой по-спортивному жесткий Но именно жесткие накручения, а не в плане плавности хода Ну и естественно, что со всеми вытекающими последствиями То есть он стал, да, он лучше ведет себя на бездорожье Поскольку он меньше дышит И здесь уже не будет таких проблем с расслоением мастейки С которыми сталкивались владельцы первых Дастеров Я думаю, что это как раз такой большой плюс В основе автомобиля платформа Global Access Это еще не та CMFB, которую нам обещает Ренолюция Вы, наверное, в курсе того, что теперь все платформы Рено и Автоваза будут базироваться вот на этой самой CMFB На ней будет построена в том числе новая Нива Которую мы увидим в 2024 году Но, тем не менее, вот здесь пока еще это не CMFB Поэтому мы не можем оценить, насколько она хороша или плоха Это Global Access, которая нам уже знакома по Рено Аркане Она знакома по новому Каптюру Ну и вот теперь по новому Дастеру То есть фактически это машины, они теперь, скажем так, ближайшие родственники Что, в общем-то, на самом деле и есть Разработчики, когда создавали именно этот автомобиль Они опирались на опыт эксплуатации Дастера первого поколения А что мы там можем по нему сказать? Ну, во-первых, статистика говорит о том, что вот эти 450 тысяч владельцев Которые его эксплуатируют на протяжении 9 лет 90% из них выбирали автомобиль с полным приводом 86% выбирали ручку И 20% выбирали дизельный двигатель Кстати, вот с этим дизельным как раз и была главная интрига Потому что до момента презентации А ее тоже сделали французы Я не знаю, это был задуманный акт Или это была такая, скажем так, ступенчатая подготовка к выводу машины на рынок Они долго хранили молчание о том, какая же будет линейка двигателей И все, в общем-то, грустили о том, что останется турбированный мотор А турбированный мотор у нас почему-то народ не очень жалует Но об этом сейчас мы еще немного поговорим И вот эта интрига, она как раз вертелась вокруг того, что появятся ли Какие двигатели останутся в линейке Уцелеют ли атмосферные моторы Ну и будет ли этот самый пресловутый дизель Ну, все разрешилось уже в момент презентации Когда стали известны вот эти именно показатели То, с чем был связан вся эта интрига Она была развязана И мы сейчас можем говорить, что здесь самая широкая линейка двигателей На сегодняшний день в этом сегменте Здесь целых 5 двигателей Да, по-моему, 5 все-таки Но давайте посчитаем 1.6 двигателя остался атмосферник Мощностью 114 лошадиных сил Который стоял и на прежнем Duster Появилась версия его же 117 сил Это тот же самый двигатель Но за счет ряда конструктивных изменений Он был улучшен Что попутно еще появился двигатель Ну, естественно, 1.3 Это уже четвертый двигатель Самый турбированный Но главное, уцелел и двухлитровый атмосферный мотор Который, в общем-то, достаточно уже такой пожилой Может быть, его стоило поменять Но он пользуется повышенным спросом У наших автовладельцев Поэтому его тоже сохранили в линейке То есть, считаем, раз, два, три Да, действительно, 5 двигателей Такого не может предложить ни в этом сегменте Ни один из других автопроизводителей Что еще можно сказать по этому автомобилю? Ну, по двигателям, если уж мы речь повели Вот самые 114 сил мотор ставится на версию с передним приводом Это, скажем так, стартовая его версия Которая стоит в пределах 900 с небольшим тысяч рублей И там вот будет стоять как раз вот этот самый атмосферный мотор Тягой 114 лошадиных сил И это единственный переднеприводный вариант И единственный мотор, который идет с передним приводом Все остальные машины, они полноприводные И дальше только идет разница Это только в трансмиссиях Причем, как я уже говорил по статистике Что большинство выбирало ручку Поэтому все машины ручные Кроме одной версии Которая на моторе 1.3 150-сильном вот том турбомоторе Там он работает в паре с вариатором Но, кстати, тоже впервые Французы поставили его в спарке с ручной коробкой передач Шестиступенчатой Вот, а, кстати, еще что можно сказать На вот той начальной версии По которой я говорил Где машина стоит Начальная 1.4 Там 5-ступенчатая коробка передач Все остальное это шестиступка Ну, остался, как я уже сказал Двухлитровый мотор Который тоже работает Только исключительно с полным приводом И шестиступенчатой передачей Ну и, естественно, дизель Вот дизель, конечно, я считаю Что это самое оптимальное Такое решение для этого автомобиля Поскольку я могу это продемонстрировать На личном опыте Поскольку сам являюсь владельцем Именно дизельного Дастера И он отличается как раз Таким, такой, хорошей динамикой Отлично ведет себя на бездорожье Потому что демонстрирует большой момент Но теперь вот в качестве альтернативы Ему предлагается мотор В 1.3, 150 сил Который, как я уже сказал Существует в двух вариантах Он может быть Либо на шестиступенчатой механике Либо на вариаторе В вариаторе том самом Который пришел к нам с Рено Арканы Он же стоит, кстати, и на Каптюре Но что могу сказать по этой связке Вариатор там не совсем такой же Он доработан Блокировка гидротрансформатора У него происходит не на 12 км в час А на 42 км Когда включен режим ЛОК То есть, когда включен полный привод И заблокирован межосевой дифференциал Тогда действительно Гидротрансформатор блокируется Только на скоростях выше 42 км в час То есть, если вы, двигаясь Где-то по такому довольно серьезному бездорожью А я уверен, что владельцы Дастера Обязательно туда отправятся Он не будет испытывать вот тех рывков Которые очень губительны для вариатора Которые приводят, в общем-то, к его поломкам К небольшому ресурсу То есть, здесь как бы вот эта причина устранена Ну, уж коли мы сказали Зашла у нас речь о полном приводе То здесь можно сказать Что здесь существует вся та же самая Как я уже говорил Платформа Global Excess Это полный привод Подключаемый Он предполагает три режима Это передний привод Он так и обозначен 2ВД Автоматический, когда Оба моста подключаются С помощью вискомуфты Электромагнитной муфты Которая оценивает Состояние пробуксовки колес И перебрасывает крутящий момент К задним колесам Ну и третий режим Это режим Lock Который, собственно говоря Принудительно блокирует Межосевой дифференциал В пропорции 50 на 50 То есть вы можете ехать на этой машине Уверенно по бездорожью И соответственно со всеми Вытекающими из этого последствиями Кстати о бездорожье Раз уж мы заговорили об этом Машина имеет У нее сохранились практически все те же Геометрические настройки проходимости То есть по 30 с лишним градусов Спереди и сзади Углы въезда и съезда И 210 дорожный просвет Который здесь еще вдобавок Подкреплен тем, что У него имеется уже в штате Стальная защита Картера двигателя Защищены тормозные И топливные магистрали Они тоже такую же лыжу проложили Эта лыжа впервые появилась на Каптюре Ну в общем-то все самое лучшее Что можно было В новом Дастере было применено Еще один такой интересный момент Это если смотреть на внешность Машины У нее есть такие Две губы Одна спереди Одна сзади Серебристые И если раньше Они досаждали владельцам тем Что они со временем истирались И из-под них проступала Оригинальный цвет пластмасса Это как правило Серый, черный То сейчас эти элементы Окрашены в массе И вы можете смело лезть В любое бездорожье Штурмовать любые пни И корчевать деревья Если такое Блаш вам зайдет в голову Не боясь тем Что вы его повредите Или оцарапаете То есть в общем-то Его оцарапать невозможно Не совсем мне понравилась Идея того Что буксирные проушины Которые на прежнем тастере Были открыты По крайней мере Спереди теперь Закрыты заглушками То есть если вы Вдруг неожиданно Где-то застряли В грязи Да еще вдобавок Немножко утопили Машину в воде То чтобы открыть проушину И ближайшему трактору Подать трос Вам придется для этого Ее сначала Открыть Вот Но я опять-таки говорю Что это наверное Не так часто Вы этим пользуетесь Вот Что еще Можно сказать По этому автомобилю Опять-таки говоря О его отличиях Естественно Что вот мы уже прошлись По внешности Уж раз мы ее коснулись Спереди У нее новая решетка Фальшрадиаторная С хромированными вставками Такая 3D Она выдержана В тех же традициях Что и в общем-то Аркана Что и Каптюр Они в общем-то Все-таки Ближайшие родственники И об этом Не стоит забывать Вот Но Здесь появились Новые блоки фар Головного света И эти блоки фар Если их рассматривать Они В общем-то Выполнены По традиционной технологии То есть Тут не линзованная оптика Стоят Обычные галогены Есть полоски Дневных ходовых огней Светодиодные И в общем-то Светодиоды На этом И уходят Светодиодов Не будет Даже в самой Топовой комплектации То есть Здесь останутся галогены Но Я считаю В общем-то Что это Определенный плюс Плюс По какой части Ну смотрите Во-первых Если вдруг Не дай бог Вам все-таки Придется повредить Такую фару Она будет В разы дешевле Светодиодной Потому что Светодиодная оптика Да Может быть Она и светит ярче И белее Но по крайней мере Она достаточно дорога Если придет Время И ее заменять Лампочку Поменять проще Да и В общем-то Оптические элементы Вот этих фар Они дешевле В оптике Коснулась И задней Задняя Поменялась Кардинально То есть Это абсолютно Новые огни Более того Эти огни Они теперь Там тоже имеются Полоски Светодиодные Но это Именно та Самая часть Которая Светодиодная Вот эта Она занимает Там достаточно Небольшой Сегмент Потому что В остальном Я предполагаю Не буду утверждать Но наверное Там все-таки Стоят обычные Лампы По крайней мере Поворотники Там можно разглядеть Что там стоит Обычная лампа Еще что По внешности Появились Брызговики Значит Очень много Было нареканий По первому Дастеру О том Что он был Такой грязнули И закидывал Постоянно пороги Поэтому Вылезти из него Это была наука И в общем-то Профессия Не запачкав брюк Я не скажу Что он кардинально Избавился От этой Вещи Но по крайней мере Теперь разработчики Утверждают Вот сегодня Мы ездим Такой достаточно Серый день Наверное в конце Что-то будет Уже более известно По тому Насколько Закидало пороги Но Теперь появились Брызговики Если раньше Они стояли Спереди И достаточно Были короткими То теперь Эти брызговики Стоят И спереди И сзади И они Как бы удлинились Это удлинение В общем-то Должно пойти На пользу В том плане Что Брызговики По крайней мере Будут защищать От грязи Более того Сзади На задней колесной арке Появился Такой небольшой Аэродинамический Прилив Он тоже Впервые Появился На Рено Каптюр Он Кстати сказать Также Нам известен На Ладо X-Ray Он был Это В общем-то Прикладная Такая Аэродинамика Которая Позволяла Судить Вернее Позволяла Избавиться От целого Ряда Таких Моментов Которые Приводили Именно К загрязнению Задняя Запрасывалась Задняя Часть Кузова Вот Что еще Можно сказать Да Ну во-первых То что я уже Сказал Что кузов Здесь принципиально Новый И он Действительно Не просто Принципиально Новый Машина Стала Почти На 3 сантиметра Длиннее Машины Предыдущего Поколения Ну опять Таки Внешне Конечно На глаз Это Вы вряд Ли Увидите Но По крайней Мере Это Вот Имеет Место Быть Это Кстати Сказать Отразилось На Багажнике В том числе На объеме На Обитаемости Салона В общем-то Не так Сказалось Он Не стал Значительно Просторней Но Все равно Он такой Достаточно Функциональный Что еще Можно отметить Значит Появилось Два новых Цвета У машины Вот такой Вот Как у нас Сейчас Я сейчас К сожалению На память Не назову Его название Это можно Посмотреть У любой Спецификации На этот Автомобиль Появились Надписи Duster На Рейлингах На крыше Ну это Такой элемент Стилистики Как говорил Мой первый Инструктор На скорость Не влияет Поэтому Это Нельзя сказать Это положительный Отрицательный Элемент Но Для Самоидентификации Автомобиля Я думаю Что этот момент Такой положительный Вот Что можно сказать О салоне Этого автомобиля Ну Он Конечно Преобразился Самым радикальным Образом И то Чего все Так долго ждали Наконец Таки Свершилось То есть Здесь появилась Абсолютно Новая приборная Панель На первый взгляд Она Да в общем-то И не на первый взгляд А так Фактически Оно и есть Это Панель Уже известная Нам по Рено Аркана И вот тут Кстати сказать Такой исторический Экскурс На самом деле Если взять Рено Аркану Европейскую То там Абсолютно Это другая приборная Вся передняя Панель Она выглядит Иначе А нам На Аркану Поставили Приборную Панель С Дастера Европейского Который В общем-то Существовал И она Должна была Появиться Именно здесь Но появилась Там Ну и бог с ней По крайней мере Она сюда Перекочевала Но перекочевала С целым рядом Существенных Улучшений На мой взгляд Во-первых Здесь Появилась Небольшая полочка Для смартфонов Для гаджетов Такая Она протянулась Как раз Над перчаточным ящиком Потом Значит Ну остался Соответственно Бардачок Перчаточный ящик Он также освещаемый Тех же Примерно размеров Что и прежде Но главное Поменялось Появилась новая Приборная Более современная Панель И наконец-таки Мультимедийный центр Он стал такой Более Скажем так Цивильный Более Осовремененный Ну вот Кстати сказать Если говорить о нем Тут тоже Такое Много Спорных Решений Потому что Сам по себе Он достаточно Больших Размеров По диагонали Но фактическая Площадь экрана Не столь Значительна Но ее Хватает Для того Чтобы В общем-то Контролировать Параметры Контролировать Работать С мультимедийной Системой И в общем-то Общаться с ней И Коль скоро Мы уже заговорили О мультимедии Могу сказать Одно Что Здесь Неожиданный Такой вариант В общем-то Для Стартовой Модификации То что Здесь Ну Функционал Скажем так Не Очень богат Если сравнивать И вспоминать Как это дело Выглядело В Аркане Когда мы Только познакомились С этим Торпедо И с Мультимедийным Центром Там например Существовала Система Профиля То есть Вы могли Задать профиль Свой То есть Привязав Его к телефону К смартфону И вы могли После этого Машина Настраивалась Целиком Под вас Там можно было Настраивать Характеристики Рулевого управления Можно было Настраивать Экономичный Спортивный режим Работы Трансмиссии То есть Там был Целый ряд Таких Существенных Вещей То есть Она вплоть до Чуть ли не Климат Настраивала Запоминала Ваши предпочтения И любимые Радиостанции В чуть Усеченном Виде Эта Система Перекочевала На Каптюр Там она Да Существует И поныне Но там уже Тоже Там уже нет Такого профиля Как в Аркане Но есть Целый ряд Функций То есть Там можно Немножко Тоже Побаловаться Понастраивать Автомобиль Так вот В Дастере Этого Ничего нет То есть Никаких Профилей Никаких Настроек Рулевого Управления Никаких Настроек Предпочтений Ваших Музыкальных Климатических Здесь вы Это сделать Не сможете Но С другой стороны Давайте разберемся Для тех Кто эксплуатирует А я уже сказал Что автомобиль Создавался В первую очередь Как раз Именно С прицелом На владельцев Дастеров И в общем-то Речь идет О том Что Они Потенциально Владельцы Тех машин Рано или поздно Они будут Искать Что-то Подобное Естественно Чтобы не искать Добра Добра Поэтому Здесь особо Не заморачивались С такой Глубокой Переработкой Мультимедиа Тем более Что это все Тянет за собой Подъем цены Ну а здесь В общем-то Надо было Ее удержать Достаточно В жестких Рамках Но Скажем так Здесь появился Ряд Специфических Функций Ну например Вот Сейчас у нас Включена система Оффроуд То есть она Показывает Тут работает Компас Тут работает Показывает Крены Автомобиля То есть можно Как продольный Так и поперечный Наверное На бездорожье Где-то Это может Не просто Быть развлекательным Таким моментом Но и Такой Хорошим Подспорьем Чтобы не превысить Где-то За критические Отметки Чтобы не опрокинуться Ни вбок Ни назад Машину не опрокинуть На каких-то Крутых подъемах Потому что Как я уже говорил Силовых Возможностей Мотора Хватит на то Чтобы втащить Но если не в отвесный Склон То достаточно В приличный Вот Что еще здесь есть Уж раз мы заговорили Опять-таки О внедорожье Здесь Системы Видеокамер Видеокамер Ну это конечно Опция То есть на базовой Комплектации Этого нет Но уже Со средней Комплектацией Они появляются Здесь стоит Камера Фронтальная Здесь стоит Камера Которая Показывает Вид сзади И По камере В каждом зеркале То есть можно Контролировать Сбоку Кстати сказать Вот задняя Парковочная Камера То что опять-таки Поменялось С Дастером Первого поколения Она то Там же тоже В общем-то Камера стояла Здесь она Показывает Не только Статическую Траекторию Но и Динамику То есть вот Этот динамический Коридор Куда пойдет Корма автомобиля Здесь это все Можно контролировать Что в общем-то При тесных парковках А может быть Где-то и на бездорожье Может вам помочь Я считаю Что это такой Хороший плюс Ну идем дальше По приборной панели По переднему Торпедо Наконец-таки Здесь появилась Система Климат-контроля То чего не было На первом Дастере Он конечно Однозонный Ну в общем-то От добра добра Не ищут И я скажу Что вот я уже Второй день Катаюсь на этом автомобиле И в общем-то Пока никаких Нареканий По его работе У меня не было То есть То что настроено Он примерно Эту температуру И выдерживает Что еще здесь появилось Раз мы опять-таки Будем последовательно Идти шаг за шагом Раз мы заговорили О климате В салоне Здесь появился Наконец-таки Электроподогрев руля То чего не было Раньше Причем я вам скажу Что я проверял Он здесь Прогревается По всей площади руля А не только В зоне хвата Причем Прогревается Достаточно быстро Думаю Что зимой Будущие владельцы Нового Дастера Это оценят Ну а прежнего Дастера То уж точно не оценят Потому что там его Нету Рулевое управление Рулевое управление Здесь теперь Электрическое Это опять-таки Привет от платформы Global Access Мы впервые увидели Это на Аркане Вот И здесь Оно работает То есть ушли Все те вибрации На которые Жаловались Владельцы Первых Дастеров Первого поколения Ну в общем-то Это я и на своем опыте Могу сказать Да что Вибрации От дорожного профиля Они в общем-то На руль попадали Сейчас это Они тоже в общем-то Как бы присутствуют Но не в столь Глубокой мере Поэтому можно ими Собственно говоря И пренебречь Само рулевое колесо Помимо того Что оно обогревается Оно стало Мультифункциональным То есть О чем мы говорим То есть Что здесь Оно На него выведена Куча функций И например Здесь Него теперь Можно управлять Как мультимедийным центром Так собственно говоря И управлять Круиз-контролем И ограничителем скорости Причем Это очень удобно Потому что Все делается Буквально одним пальцем То есть Вы нажали Включили Активировали Эту систему Нажали Вот как сейчас Мы Так Стоп Вот она Выставили скорость И в общем-то Продолжаем Движение То есть Все делается Буквально Одним пальцем Вы можете убрать Ноги с педали газа И в общем-то Ехать В пространстве По движению Раз опять Мы идем Последовательно После круиз-контроля Можно немножко сказать О коробке Коробка здесь Та же самая Шестиступенчатая То что стояла На прежнем Дастере Именно по крайней мере В связке С дизельным мотором И у него был Целый ряд преимуществ Ну во-первых Все знают о том Что здесь Очень короткая Первая передача Она собственно говоря Ее функция Она замещает Здесь Пониженную передачу На других Внедорожниках Вот То есть на ней Хорошо где-то Штурмовать бездорожье Особенно когда включен Режим lock И вы можете В общем-то Перемещаться Практически Ну не знаю По снежной целине Или куда-то залезть В какую-то Не очень гиблую топ По крайней мере Вы ее можете преодолеть А вот дальнейшие передачи Сделаны настолько удачно Что например Шестая передача Она позволяет двигаться От 60 км в час И до максимальных Возможностей Каждого мотора То есть фактически Она заменяет собой По сути дела Ивряется таким автоматом То есть выставили на круиз-контроле Заданную скорость И вы ее выдерживаете Не дергая Ручку переключения передач Кстати о ручке Она здесь тоже стала Покороче чем была На первом дастере Плюс она стала Такая более хваткая То есть пользоваться Ей достаточно просто Но опять-таки Я говорю Все сделано для того Что помню о владельцах Прежних дастеров Которые чаще всего Выбирают Именно ручку Что еще можно здесь отметить Ну при приборную панель Я уже сказал Что здесь она фактически Та же самая Аркановская Она достаточно информативна Ну конечно именно То же самое реновская То что нечетная Оцифровка Спидометра Но это функция такая Которой в общем-то Достаточно просто привыкнуть И в общем-то Не обращать внимания Тем более что Можно установить По круиз-контролю Выставить скорость И вы уже будете двигаться С заданной скоростью Он кстати сказать Хорошо ее держит Я проверял По навигатору Фактически По спутникам Он выдерживает Где-то Ну километра На два На три От той скорости Которую выставили То есть если вы поставили Восемьдесят То машина будет идти Семьдесят восемь Ну может быть Семьдесят шесть километров То есть вы даже При восьмидесяти Не нарушите Скоростной режим И в общем-то Нигде Камеры Вас Не поймают Что еще Можно сказать Ну во-первых Появились Дверные карты В дверных картах Теперь во всех Появились карманы Они появились То есть теперь Места Зачевки Здесь стало больше Есть бокс Который находится В подлокотнике Который тоже Здесь теперь Уже устанавливается Штатно Здесь Масса Скажем так Вот этих Полочек Для всякой мелочевки Которые Следуют с вами В дороге И которые В общем-то Она всегда В общем-то Должна была бы быть Под рукой И в общем-то Она здесь В этом автомобиле Все это Как бы Находит Своё место Багажные возможности Автомобиля Увеличились На двадцать литров То есть багажник Все так же Хорошо организован Но поскольку Машина стала Чуть длиннее То как раз Весь этот прирост Пришёлся На багажник Он Так же Всё Фактически Функционал Его остался Прежним Единственное Что теперь Полочка Вернее пол Багажника Разделён на Две секции То есть Не обязательно Поднимать Её всю Можно откинуть Небольшой карман И он даст Уже доступ К органайзерам Которые окружают Запасное колесо И внимание Теперь появился Ещё отдельный органайзер Который Вложен Именно в саму Запаску Кстати Запаска Здесь полноразмерная Это никакая Недокатка Единственное Что она на штампованном Диске Конечно Это я просто Вспоминаю Что у меня В своё время Был Кайрон Там он был На литом диске Но это уже Роскошь Я считаю Ни к чемушная Вот Что ещё Здесь можно сказать Мы То что Может быть Упустили Это когда Мы говорили О гаджетах Когда говорили О мультимедиа Центре Здесь появилась Теперь Куча разъёмов Для подзарядки Гаджетов Они есть Как спереди Так и сзади Кстати сказать Так же как И обогрев сидений Теперь можно Поставить обогрев И спереди И сзади Причём он Ступенчатый Спереди Он наконец-то Перебрался На центральную Консоль Его теперь Не надо шарить Неожиданно На Окантовке Водительского кресла Или пассажирского Переднего Он теперь Запускается Удачно Прямо спереди С центральной Консоли И как я уже Сказал Он многоступенчатый Сзади На креслах Он двухступенчатый Кстати сказать Там же внизу Находятся Два USB разъёма Для подключения Внешних устройств Всяких гаджетов Но об этом Собственно говоря Мы уже Как бы Отмечали Сидения Здесь тоже В общем-то Обновились По крайней мере Подушка Стала где-то На 2-3 сантиметра Длиннее Чисто физически В общем-то Это ощущается Так В общем Достаточно хорошо То есть На этом кресле Я скажу Что при моём росте Я и в старом Дастере Не так сильно Уставал Но здесь я думаю Что Многие как-то Больше находятся На месте Задние сидения Практически Не скажу Что сильно Изменились Наверное Изменилась Больше Не столько И конфигурация Сколько Обивка Она стала Может в какой-то Мере Попрактичнее Я думаю Позволил Помести Хвостом Тяги Для этого Было Предостаточно А всеядная Энергоёмкая Подвеска Прекрасно Справилась С поставленной Задачей Интересная Деталь Камеры Кругового Обзора В результате Наших Внедорожных Упражнений Не так уж Сильно И пострадали Чего не скажешь О порогах Они по-прежнему Закидываются Грязью Пусть И в меньшем Количестве Помните Об этом Покидая Дастер После Внедорожных Покатушек Вот Ну Наверное Собственно Говоря Это Для первого Раза И все Что Скажем так Наболело Терпелось И хотелось Рассказать Вам О новом Дастере Наверное Стоит Подвести По крайней мере Такие Промежуточные Итоги Что можно Сказать Ну Автомобиль На мой Взгляд Явно Удался И я считаю Что его Ждет Хорошее Будущее В нашей Стране По крайней мере В том Ценовом Диапазоне Потому что Здесь Действительно Тяжело Что-либо Найти С таким Женобором Функционалов С таким Женобором Двигателей Потому что Ну Самое Практически В топе Он Сейчас Где-то Ну Не дотягивает И до Полутора Миллионов А если Учесть Что Ближайшие Конкуренты Они Где-то Стартуют От миллион Триста И так далее И выше То я считаю Что здесь По крайней мере В ценовом Диапазоне Этот автомобиль Точно имеет Хороший Потенциал Плюс Как я уже Говорил Он Практически Не утратил Своих Прежних Свойств А приобрел Новый Что должно Расширить Как бы Количество Его потенциальных Владельцев Я думаю Что по крайней мере Те кто ездил На прежних Дастерах Точно В нем Не разочаруются В этом автомобиле Это я уже По личному Могу сказать И явно Будут Думать о том Как бы Поменять свою машину На новый Дастер Кстати Что можно еще Сказать В пользу Дастера У него Очень хорошая История На вторичном Рынке Потому что Он практически Очень мало Теряет в цене И сейчас Собственно говоря То есть У него Хорошая Остаточная Стоимость Что в общем-то Сказывается На том Что продавая Эту машину И меняя Там потреби И прочее Можно Ограничиться Не столь большой Доплатой Чтобы поменять Автомобиль На новый Что бы я предпочел Ну опять-таки Вот мы сейчас Ездим на моторе 1.3 С турбиной Я хочу сказать Что да Да верно Он все-таки Да Является Такой хорошей Альтернативой Дизеля То есть На мой взгляд Здесь два мотора Сейчас Появилось Два лидера Но дизель Это вне всяких Сомнений И вот этот вот Мотор 1.3 Он очень резвый Здесь кстати Сказать Надо следить За тем Чтобы не увлечься Вот этой погонью И где-то не проскочить Под радар И не Заработать Штрафные баллы Вот Есть еще Двухлитровый мотор Который в общем-то Традиционно У нас любили Но мое личное мнение Я ездил Я ездил на машинах С этим мотором Мне все там устраивало Да Эластичность Да Все это производство Но На мой взгляд У него Есть один минус Это повышенный Расход Потому что Сколько Жрет он горючки Это в общем-то Надо рассказывать В отдельном месте И с глазу на глаз Вот Но тем не менее Я думаю Что у него все равно И будут свои приверженцы И будут его брать Будут ли брать вариатор Ну Вопрос Наверное Спорный Но по крайней мере Есть целая Категория людей Которая предпочитает Двухпедальные автомобили Трех Наверное Я думаю Что это будет Что же Подводя Окончательный итог Я могу сказать так Что если вы Исповедуете Такой активный образ жизни Если вы Периодически Выезжаете на природу Я не думаю Что вы поедете Штурмовать Какое-то Экстремальное бездорожье На этом автомобиле Но тем не менее Определенную свободу Передвижение Свободу Перемещения В пространстве Вы на этом автомобиле Точно испытаетесь Так вот Если вы Приверженец Именно Такого стиля жизни То вам стоит Присмотреться К этому автомобилю И в общем-то Наверное Посетить Дилерский центр Нордавто Который нам Предоставил Эту машину И по крайней мере Совершить драйв-тест А потом уже Принять Правильное решение Вот теперь Действительно Все Мы Благодарим Дилерский центр Нордавто Рено Расположенный В Твери На московском Шоссе 11 За предоставленный Автомобиль И помощь В проведении Нашего драйв-теста Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки И пишите комментарии Кстати Как вы считаете Ждет ли новый Дастер Такой же успех Как и его Предшественника И что вы думаете По поводу связки 150-сильный Турбомотор Механическая Коробка Передач Удачи вам И вашим авто Пока